Привет! Не подводя итогов недели, хочу сказать вам, что на украинской войне за последние 7 дней не произошло никаких тектонических изменений. Но! Есть одна новость, которая дает очень серьезные основания для оптимизма. В Москве за задницу взяли одного генерала, немногимало командующего армией противовоздушной обороны, защищающий Кремль. Он довольно незаконно торговал подмосковными землями, на которых могла бы размещаться боевая техника, отражающая возможные воздушные атаки на военные объекты России, а также на лидеров путинского режима, включая самого Путина. Ну а как? Главные упыри, развязавшие кровавую войну, теперь пожизненно под прицелом. А ПВОшник этот, высокопоставленный, торговал не один. Как минимум, повязали еще одного генерала, и что самое примечательное, в ордере на арест написано, что изолируются эти хорошие люди, потому что они обладают обширными связями среди должностных лиц органов военного управления Министерства обороны России, ни много ни мало. И поэтому могут воздействовать на свидетелей и участников распродажи. То есть, коррупция у этих людоедов в форме генералов российской армии, мама не горюй, что, на мой взгляд, очень и очень благоприятно может отразиться на ходе войны. Какая там денационализация с демилитаризацией, когда государственное бабло пилить надо? Ну, теперь все по порядку. Слушайте, однажды древнеегипетский диктатор Рамзес II, работавший в те времена фараоном, объявил в Египте мобилизацию. Ну, так, как мы все знаем, начался великий исход евреев, который продлился 40 лет. Это такой исторический анекдот. Российский диктатор Путин, год назад объявивший мобилизацию, получил почти такой же, как в Египте, исход из страны творческой и технической интеллигенции. Тогда, в прошлом году, кремлевской банде кое-как все-таки удалось набрать около 300 тысяч могилизантов, ну, мужиков, либо не сумевших, либо не успевших свалить из страны, либо добровольно отправившихся в ад транзитом через фронтовые окопы на территории оккупированной Украины. Похоже, за год пушечного мяса путинским генералам стало критически не хватать. Груз-200 возвращает героев с войны на родину очень исправно, но объявлять следующую мобилизацию они уже боятся. Мало ли, как отреагирует народ, который все еще так или иначе продолжает молиться на кремлевские звезды. Как оно может все обернуться, бог его знает. Тем более, что через полгода Путин планирует себя переназначать на так называемых президентских выборах на какой-то там по счету, то ли пятый, то ли шестой срок. Так вот, теперь, что называется, во избежание в России начнут забирать в армию мужиков, внимание, из тюрем и лагерей в соответствии с новым законом. На этой неделе стало известно, что уже практически на выходе этот самый закон о введении воинского учета для зэков. Им-то уж деваться точно некуда. Массовые побеги и зон остались в далеком советском прошлом. Так вот, теперь военно-учетная специальность блатнику будет присваиваться непосредственно по месту, что называется, прохождения, ну, не слезая в натуре со шконки. Ответственность за составление списков вновь призванных служивых возложена на тюремные администрации. Уж они-то, они-то уж точно в курсе, как организовывать построение в шеренгу подвое, что там еще, отправку по этапу и прочие радости полувоенного бытия, которое для зэков довольно быстро превратится в бытие фронтовое. Смотрите, какая получается арифметика. По официальной статистике в этом году, ну, по состоянию на прошедший август, в путинские оккупационные войска было привлечено более 230 тысяч особей, в основном мужеского пола. Вообще, конечно, чудовищная цифра. Еще 230 тысяч душ Путин подготовил для отправки в преисподнюю. И ему всего этого еще мало. Министерство обороны в начале лета говорило о необходимости поставить под ружье 400 тысяч человек. Соответственно, недостающие 170 тысяч должны быть найдены так, чтобы не вызвать изжоги у населения. Думаю, значительная часть этой недостачи пополнит ряды потенциальных убийц в форме российской армии из тех самых тюрем и лагерей. И, можно сказать, дело ЧВК Вагнер и его отца-основателя Пригожина живет и побеждает. У бандитской власти и армия тоже должна быть чисто бандитская. Только вот если раньше зэки получали помилование перед отправкой на фронт, ну, за подписанный полугодовой контракт, то теперь они могут надеяться на освобождение только после увольнения из армии, если, конечно, до него доживут. А автоматы они получат, будучи и формально, и по сути зэками. Просто песня. Это же совершенно новое слово в современной мировой практике военного строительства. Ну, по новому закону, полагаю, в качестве компенсации за причиненное неудобство, зэкам в военной форме будут прощаться любые преступления, включая тяжкие и особые. Тяжкие звучит духоподъемно, с учетом того, что эта банда будет до зубов вооружена. Видимо, в Кремле действительно с пушечным мясом совсем плохо стало. Однако вот свинтившие от фараоновской мобилизации евреи в результате обрели свободу, а что получат уголовники эпохи диктатора Путина, а также те, кто не сумел откосить от армии и загремел на захватническую войну, объяснять никому не надо. Тоже многосоттысячный будет исход, только в чертов ад, в соответствии с новым кремлевским законодательством. Вот еще о чем невозможно не напомнить. Прямо вот разрывает от нетерпения. Вождь, ты понимаешь, ядерной державы, лидер страны, претендующий на воровое господство, агрессор, развязавший самую кровавую на планете в текущем тысячелетии войны в Украине. Он же диктатор Путин, переполненный страхами, боящийся собственной тени. Все в одном флаконе, с очень сомнительными перспективами на будущее. Смотрите сами. Кремлевский людоед на этой неделе пропускает очередной саммит руководителей 20 стран, во многом определяющих политику на земле. Я говорю о так называемой «большой двадцатке». Вместо него в эти выходные в Индии Россию будет представлять министр иностранных дел Лавров, привыкший к унижениям и оскорблениям. Как в том рассказе, дедушка был старенький, ему было все равно, поэтому пробовать рыбу первым давали дедушки. Помните, как в прошлом году на Бали, когда на встрече министров иностранных дел, той самой «большой двадцатки», коллеги Лаврова отказались сфотографироваться рядом с ним для традиционного группового портрета. Тогда ему все министры, как простые демонстранты, кричали, когда вы прекратите войну, почему вы не остановите войну. После чего, не произнеся привычного «дебилы мля», описав обстановку на встрече словами «агрессор, захватчики и оккупанты», Лавров вынужден был срочно покинуть Индонезию и фактически сбежал опозоренным. А его босс Путин тогда отказался лететь на президентский саммит, в страхе, что эта реально позорная ситуация будет повторена и с ним. Ярче всех эту картинку тогда описала министр иностранных дел Германии Бербек, сказав, что она не может находиться рядом с тем, кто бомбит Украину, нападает на детей и мирных жителей. Не согласиться с госпожой министром практически невозможно. Страх быть арестованным не позволил диктатору принять участие и во встрече лидеров стран-участниц БРИКС, которая в минувшем августе прошла в Южноафриканской республике. Тогда Международный уголовный суд в Гаге выписал ордер на его арест и в Йоханнесбург в очередной раз отправился все тот же старенький дедушка Лавров, которому, как мы помним, все равно. Ну и всех на память, конечно же, картинка из Самарканда на заседании стран Шанхайской организации сотрудничества, когда внимание всех, без исключения азиатских президентов, было сосредоточено на китайском лидере Си. А Путин в это время, ну, как какой-то сельский староста, в одиночестве шлялся из угла в угол и ковырял носком ботинка дорогие узбекские ковры. Довольно очевидно, что рукопожатность кремлевского вордовлака падает стремительным домкратом. От него отворачиваются даже те, кто еще вчера заглядывал в глаза и мечтал о покровительстве старшего брата. Более того, ему совершенно очевидно светит перспектива стать полным изгоем. Из большой восьмерки Путина с треском вышибли сразу после аннексии Крыма на Бриксе и Большую двадцатку он сам не ногой, охваченный внешними страхами. И вот эти путинские страхи с каждым днем загоняют его все дальше и дальше, скорее даже глубже и глубже в бункер, где он прячется от главного своего внутреннего страха, страха быть скинутым с трона собственным окружением. Ну, в случае отъезда из Москвы. После Пригожинского мятежа лавку теперь оставить не на кого. Вот сколько разговоров было о его визите в Турцию к лучшему другу Эрдогану. В результате Эрдоган-то сам прилетел на переговоры в Сочи. Оно может и удобно, конечно, рулить из бункера своими войсками, убивающими мирных людей в Украине. Но все это, тоже очевидно, ведет диктатора Путина и его режим к тому, что от него в итоге отвернутся все без исключения страны и он останется один на один со своей ядерной кнопкой и собственными страхами. Тоже, надо сказать, довольно сомнительная для планеты перспектива. Вот еще тема недели. Знаете, есть у домашних котов одна милая шутка. Месть — это блюдо, которое непременно надо подавать в тапки. Повторю, это такая шутка домашних котов. Сейчас поясню. На этой неделе белорусский диктатор Лукашенко с своим президентским указом запретил консульским учреждениям страны выдавать новые паспорта гражданам Беларуси за границей. Теперь, если у тебя истек срок действия за гранпаспорт, то ты можешь обновить его, исключительно вернувшись домой по месту прописки. Напомню, что после многосоттысячных акций протеста в 2020 году, когда Лукашенко нарисовал себе на президентских выборах более 80% голосов, из Беларуси уехало по разным оценкам от 350 до 500 тысяч человек, не согласных с тем, что их страной опять будет править узурпатор, демагог и просто наглый жулик. Вот он им теперь всем и отомстил, практически в тапке. Теперь, если у кого из беларусов закончится срок действия отечественного паспорта, а никакого другого гражданства у него нет, этот самый Беларус может рассчитывать только на получение в консульстве так называемого документа возвращенца. Ну, тоже мне придумали или вспомнили словечко, с которым он может исключительно только вернуться на родину, то есть в объятия местного КГБ. Беларусь, кстати, Советское КГБ не переименовывали, оставили именно Комитет Государственной Безопасности. После возвращения этого гражданина с пристрастием спросят, где, как, с кем и почему со всеми вытекающими. Та еще перспектива, как вы понимаете. Да, еще консульства не будут проверять доверенность, что попросту означает конец сделкам по недвижимости для тех граждан, которые отвалили. Стал ты, скажем, отчаянным диссидентом, свинтил из страны в надежде, что друзья продадут твою квартиру или дачу, и тебе удастся на эти деньги адаптироваться на новой родине, с маленькой буквы. А нет, не тут-то было. Приезжай, голубчик, персонально. Домой попробуй что продать. Говорят, что после волнений 2020 года Лукашенко обильно запасся вновь построенными, не столь отдаленными, как говорят в России, местами. То есть тюрьмами и лагерями. Кстати, совсем недавно минские власти учредили комиссию по работе с соотечественниками, отвалившими за рубеж, которым вменяется правонарушение во время массовых акций протеста в том самом 2020 году. Так вот, если кто хочет раскаяться в содеянном, он может подать заявление в эту комиссию об этом самом раскаянии, а также к готовности принести публичные извинения перед властью и возместить причиненный ущерб. И тогда милости просим на свободу с чистой совести. Или не на свободу, или не просим. Прям портком-местком какой-то ностальгический. А что, по большому счету, это ведь готовая модель. Если сработает, то вполне резонно будет Лукашенко поделиться ею со старшим товарищем из Кремля. От Путина и его войны с мобилизацией из России выехало ведь гораздо больше людей, чем из Беларуси. Причем уехали это преимущественно продвинутые интеллектуалы, отсутствие которых уже начала ощущать российская экономика. Всех их взад вернуть, это же мечта любого сотрудника Кремлевской администрации. Впрочем, в запасе у этих упырей, что из Минска, что из Москвы, есть еще и банальное перекрытие границ. Ну, как это может работать, они помнят, мальчики взрослые. Проходили всяческие комиссии старых большевиков для получения выездных виз, ну и все такое. Да и в Академиях КГБ этому ремеслу их хорошо учили. Но, думаю, для начала кремлевские сидельцы все-таки будут пытаться подтянуть на родинку тех, кто примитивно не успел обзавестись новыми паспортами с длинными сроками службы. Для многих иммигрантов без вида на жительство и гражданство он был единственным документиком, по которому хоть как-то можно было жить за границей. Перспективы стать бомжом на чужбине устроят, полагая, не всех релакантов, покинувших свои дома, неважно, как по политическим соображениям или руководствуясь инстинктом самосохранения. Не исключаю, что потекут ручьи возвращенцев, если, конечно, страны Запада не придумают какой-нибудь адекватный ответ. Надо отдать должное. Братские славянские диктаторские режимы довольно умело справляются с задачей сделать жизнь тех, кто не разделяет их кровожадных взглядов, не просто сложной, но и очень сложной. Научились подавать месть в тапки. Идем дальше. На этой деле к кремлевскому Йорику поводок сделали еще немного длиннее. Тут он, залетев на Сахалин, а это самые восточные, соответственно, самые заброшенные земли Российской империи, где теплый сортир в доме, большая роскошь. Этот он, как вы понимаете, Дмитрий Медведев, а кто еще в Кремле в придворных шутах числится. Так вот, Димон во весь рост наехал на Японию, неистово и без всякого повода пытался склонять правительство этой страны, отказаться. Внимание, от милитаризации и признать итоги Второй мировой войны. Где-то я это уже недавно слышал. Ну, трепется чувак и трепется, фантомные боли, видимо. Все давно уже привыкли, что человек, когда-то бывший, на секундочку, президентом России, несет всяческую хрень и околесь, с кем не бывает. Русский грипп не всегда утренние места граммами лечится, но только не в этом случае. Смотрите. Дело в том, что в России до президентских выборов, как мы уже говорили, осталось немногим более полугода. Самое переназначение Путина должно состояться 17 марта. Диктатор известен своей непреодолимой тягой к формальной легализации всех преступлений, совершаемых его режимом. И этот пятый или какой-то по счету подход к трону будет максимально украшен всеми возможными, как бы, демократическими процедурами. От как бы быстрого соблюдения, строгого соблюдения избирательных норм, прописанных в Конституции, до создания пула как бы конкурентов, изображающих соревновательный процесс. Типа честные выборы, на которых народ должен сам определить свою судьбу. Хотя не для кого. Включая, собственно, этот самый народ, не секрет, что судьбу выборов в России определяет только избирательная комиссия. Какой процент победных голосов ей из Кремля пришлют, столько в итоге она и нарисует. Насколько мне, да и всей околополитической тусовки известно, на этот раз планируется преодолеть рекордные 80% голосов за Путина при 75% не меньше процентной явке. Зря, что ли диктатор войну-то затевал. А сама избирательная кампания строится вокруг идеологии консерватизма. Ну, действующий президент это хранитель традиционных ценностей и морального превоходства России над другими странами. По мне, так это в чистом виде гитлеровский национал-социализм. Так вот, у меня сложилось совершенно стойкое убеждение в том, что увеличение длины поводка зампреда Совбеза Медведева связано исключительно с принятым решением о введении его фамилии в список вот тех самых как бы кандидатов на президентский пост. Такая, знаете, рокировочка-2. Как это произошло в 2011-м, когда случилась болотная площадь в Москве? Только наоборот. Чувство отвращения непосредственно к этой самой злочастной рокировочке, умноженное на все те глупости и мерзости, которые Димон уже произнес и еще успеет наговорить за полгода до выборов, должно вызвать у избирателей рвотный рефлекс и желание припасть к груди отца родного Путина, даже несмотря на то, что грудь это по колено в украинской крови. Ну а с чего бы бывшему президенту, как попугаю, повторять байки про ядерный апокалипсис или предлагать Японии извлечь уроки из истории и признать итоги Второй мировой войны, чтобы не разгорелся пожар Третий? Стратег хренов. Просто дьявол воплоти. На его фоне людоед Путин, ну просто невинная овца. Хотя понять все это до конца совершенно невозможно. Нафига им все это? Овце целомудренной, сколько надо процентов, как я уже сказал, столько и нарисует и без запугивания несчастных японцев и прочих шведов, которым Медведев на длинном поводке до марта следующего года успеет наговорить еще 100 бочек арестантов на всех телевизорах Российской Федерации. Ну, гражданам России надо запасаться попкорном. И последнее на сегодня. Принято считать, что коней на переправе не меняют. Оказалось, что украинских коней можно, даже во время войны. Президент Зеленский за прошедшие 7 дней успел уволить министра обороны Алексея Резникова, который приседел в своем кресле с ноября 2021 года. За плечами у него полтора года войны. Тыло вооружения, скорее переговоры с Западом по поводу поставок этого вооружения. Это была его прямая ответственность. Что-то не припомню каких-то серьезных на него наездов по этой части. За боевую составляющую Резников не отвечал. Это поляра генерала Залужного, главнокомандующего украинской армии. А я вот себе думаю, это же что ж такое должно происходить в военном ведомстве Украины, чтобы в самый разгар боевых действий лидер страны распрощался с человеком, который в своих руках держал весь материальный сегмент освободительной войны. Причем, как кажется, с первого непрофессионального, ну, моего взгляда, довольно успешно с этим справлялся. И до какой степени в стране должна рулить подковерная политика, чтобы президент решился на такой шаг. Вообще-то наезды на Резникова начались не вчера, причем не на него лично, а на подведомственное ему министерство, в котором якобы сотрудники умудрялись воровать в промышленных масштабах. Ну, это истории и истории с завышением закупочных цен на продукты питания для армии, эти самые злосчастные куриные яйца по 17 гривен и скандал с так называемыми турецкими куртками для солдат. То ли они летние, но купленные по цене зимних, то ли наоборот. Но армия-то провела в этих куртках зимнюю кампанию в окопах, и вроде ничего, никто не вымерз. Много чего еще было недосказанного и недоказанного, но, как принято в таких ситуациях, осадочек, у кого надо, остался довольно внушительный. Наезды в медиа Нарезникова по таким поводам велись много месяцев. Наконец, количество перешло в качество. Министр уволен. Причем, если верить разговорам о том, что он будет отправлен в Лондон на должность посла Украины, никаких серьезных претензий к нему у Зеленского-то нет. Зачем и кому надо было организовывать эту изнурительную кампанию борьбы за расстрельную? В общем-то, должность. Черт его знает. Выясним, надеюсь, уже после войны. Но ведь это же, насколько я понимаю, чудовищное отвлечение президента от самого главного, чем он должен сейчас заниматься, от противостояния российской агрессии. Это же, на мой взгляд, равносильно открытию второго фронта с отвлечением сил и средств, а главное, времени всей государственной машины от основной задачи. В чем она заключается, можно и не напоминать. А кандидатура наследника, ну, просто тайны мадридского двора, кого только не прочили, от ключевых гражданских министров до действующих боевых генералов. В итоге прямо вот в лучших традициях Кремля совершенно неожиданно всплыла мало кому известная фамилия главы фонда имущества Рустема Умерова. Зеленскому, как он сказал, якобы нужны новые подходы и форматы взаимодействия, как с военными, так и с обществом в целом. Посмотрим, как новый министр будет выглядеть на новой для него политической поляне. Знаете, вот дай бог, если вся эта история, конечно, сослужит пользу Украине в ее борьбе с российской агрессией, понятно, что в увольнении Резникова, как принято говорить в том же Кремле, не все так однозначно, но кроме того, как на него в стране в высоких кабинетах еще все стучат на всех, обвиняя друг друга. В первую очередь в коррупции, начиная с самого президента Зеленского и его помощника Ермака до бывших и действующих народных депутатов всех уровней, от районного до Верховной Рады. Я уже не говорю про бизнесменов, больших и не очень. Вот миллиардера Игоря Коломойского, крестного отца нынешнего президента, закрыли на этой неделе за решеткой на пару месяцев, и Зеленский-то не пошевелился. Второй фронт на переправе, похоже, все-таки действует. Хватило бы лошадей для замены. На сегодня все. Я благодарю вас за время, потраченное на эту программу. Все будет хорошо. Готовьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова